Доброго времени суток YouTube уважаемая психологическая комьюнити и мы с вами снова находимся на сайте лаборатории психологического обеспечения и мы находимся с вами в разделе 9.1 онлайн консультации у нас лаборатории работает замечательный психолог консультант ее зовут Наталья Владимировна вот здесь вот ее имя отчество указано она сертифицированный специалист по указанию психокоррекционной психотерапевтической помощи и поддержки людям в семейных каких-то отношениях в межличностных отношениях и так далее и тому подобное страница здесь вот перед вашими глазами соответственно я вот сейчас передам ей наушники она сможет вам что-то рассказать и показать по поводу своей работы но несколько вступительных слов я скажу соответственно каждый желающий может получить консультацию консультацию профессионального психолога на данный момент это не стоит для вас ни копейки единственное что вам необходимо это компьютер с установленным на нем или же скайпом или же вайбером ну вот субъективно с Натальей Владимировной мы разговаривали она говорит о том что собственно как бы скайп ей более удобен понятен и так далее и тому подобное ну вот ориентирую вас на скайп ну если все-таки возникнет такая потребность поговорить по вайберу то тоже это можно сделать но удобнее всего по скайпу там есть некоторые особенности возможность демонстрации экрана значит перекидывание каких-то файлов скайпе несколько удобней ну это мое субъективное мнение Наталья Владимировна в общем-то со мной согласна скайп удобен ну одним словом вы можете написать на почту эта почта Наталья Владимировна написать ей на почту и сделать так скажем заявку на консультацию в этой заявке вам необходимо будет указать свою фамилию и отчество выбранный вами мессенджер и соответственно предложить время консультации кроме того значит указать тот мессенджер которым вы будете пользоваться то есть или скайп или вайбер соответственно предположим такую ситуацию что вот у нас сегодня я смотрю 26 10 и у кого-то из вас есть потребность получить консультацию психологическую мы предположим пускай это будет у нас там ну не знаю 20 суббота 28 октября соответственно вы пишите на эту почту уважаемая Наталья Владимировна 28 октября есть большая потребность получить вашу консультацию Наталья Владимировна вам может предложить сказать да я хорошо я располагаю временем могу в это время с вами проконсультировать вас все значит вы определяете время или же она может сказать мне не совсем удобно там еще какие-то вопросы дела может быть еще какая-то консультация и так далее ну одним словом по почте вот этой почте Натальи Владимировны вы можете согласно согласовать с ней прежде всего время мессенджер и так далее соответственно в это время вот как вы запланировали Наталья Владимировна она моя коллега я знаю уже может быть более десятка лет она очень ответственный человек в это время она будет находиться за компьютером у нее будет значит микрофон веб-камера и возможность общаться с вами в скайпе или вайбере все собственно в этом проблем нет никаких вы также садитесь за свой компьютер включаете запускаете вайбер скайп и получаете от нее консультацию она вас проконсультирует как правило мы с ней разговаривали на эту тематику консультация вот по ее опыту так скажем да она примерно приблизительно по времени разные бывают вот она сидит сейчас рядом со мной кивает разные бывают по времени консультации это может быть там 20 минут 30 40 минут 50 на данный момент ну как бы тяжело больше часа общаться до часу так скажем но вот по моему собственному опыту как правило консультация длится одна консультация первичная если вот впервые с человеком сталкиваешься онлайн или оффлайн ли неважно как правило это 40 50 минут вот она сидит сейчас рядом со мной кивает и соответственно значит говорит о том что время консультации составляет примерно 30 40 50 минут оптимально консультации естественно могут быть не единоразовые то есть вы сможете с ней договориться на какое-то другое время на какой-то другой день все зависит от вашей потребности и возможности Натальи Владимировны вам я скажу прямо она моя коллега мы с ней вместе работаем я полностью доверяю соответственно она очень 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 ответственный человек то есть соответственно вы можете к ней обращаться если возникнут какие-то вопросы я вот сейчас это видео остановлю свое и Наталья Владимировна она продолжит это видео соответственно и скажет вам несколько слов по поводу того что она обо всем этом думает как она все это видит соответственно дополнит мои слова общие мои слова По поводу этого у нас просто появилась такая возможность. Она вам сейчас что-то расскажет по этому поводу с ее точки зрения. На этом я пока с вами прощаюсь и передаю слово Наталье Владимировне. Добрый день. Меня зовут Наталья Владимировна. Я практикующий психолог, консультант. И на данный момент возникла такая и необходимость, и возможность такая возникла оказывать консультации в онлайн. Ко мне можно обращаться по вопросам, если что-то не ладится в семье, если есть какие-то конфликтные ситуации на работе, конфликтные ситуации с подростками, с детьми. И если вообще, в принципе, возникла какая-то спорная ситуация, вы не можете найти выход из этой ситуации. Я думаю, что мы вместе с вами в ходе беседы, в ходе консультации сможем найти точки соприкосновения и выхода из замкнутого круга. Если что-то сложности какие-то возникают у вас во взаимоотношениях с коллегами по работе, во взаимоотношениях с более старшим поколением, прошу, пишите письма, будем общаться, будем разговаривать и искать совместно пути и выходы. Всего доброго! Жду ваших писем!